У Европы не было самостоятельной повестки, как прошел саммит Россия-НАТО по ДРСМД. 25 января 2019 года, 21-42 Александр Карпов в Брюсселе состоялось заседание Совета России-НАТО, посвященное договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Замглавы МИД России Сергей Рябков усомнился в готовности американской стороны обсуждать дальнейшую судьбу соглашения, агенсек Североатлантического альянса Йенс Сталтенберг отметил, что обе стороны полностью разошлись в позициях. В Вашингтоне утверждают, что российская ракета 9М729 якобы нарушает условия ДРСМД. При этом военные атташи США и стран блока проигнорировали организованную Минобороны и РФ демонстрацию ракеты. В Брюсселе в пятницу, 25 января, завершилось заседание Совета России-НАТО, которое было посвящено проблеме договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что не уверен в готовности американской стороны обсуждать дальнейшую судьбу договора. Так он прокомментировал сообщение о том, что диалог от ДРСМД с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями Андрея Томпсон продолжится в ходе совещания о ядерной пятерке в Пекине в конце января. У нас контакт будет, но вот готова ли госпожа Томпсон в ходе этого контакта обсуждать именно ДРСМД, на этот счет у меня нет ответа. Конечно, мы были бы заинтересованы в продолжении такого диалога, отметил Рябков. Российский дипломат заявил, что Москва готова продолжить работу по сохранению ДРСМД, даже если Вашингтон приостановит свое участие в нем с 2 февраля. Мы продолжаем работу в интересах сохранения этого документа, ничего не изменилось. Несмотря на сложный разговор в ходе этого заседания, мы рассчитываем на то, что здравый смысл возобладает, отметил Рябков. По итогам заседания Генсек Североатлантического альянса Йенс Сталтенберг заявил, что НАТО не наблюдает прорывов в разрешении кризиса, связанного с выходом Соединенных Штатов из ДРСМД. Все члены Совета России, НАТО признают, что ДРСМД жизненно важен для североатлантической безопасности. Но договор сейчас под угрозой. К сожалению, мы не видели никаких признаков прорыва, приводит заявление Сталтенберга ТАС. По его словам, Россия и НАТО в ходе заседания полностью разошлись в позициях по ДРСМД, а также по вопросам, касающимся конфликта на востоке Украины. При этом Генсек Альянса добавил, что, несмотря на непростую обстановку, сторонам удалось обсудить все наиболее серьезные проблемы. Также он сообщил, что ситуация вокруг ДРСМД будет обсуждаться в середине февраля в Брюсселе, где пройдет встреча министров обороны стран Альянса. Сталтенберг заявил, что НАТО будет стремиться избежать гонки вооружений в случае разрыва договора, однако отказался отвечать на вопрос о размещении в Европе американских ракет средней и меньшей дальности. После завершения саммита Сталтенберг с двухдневным визитом отправится в США. Шанс на спасение Комментируя ситуацию вокруг договора, Сталтенберг заявил, что шанс сохранить ДРСМД есть даже в том случае, если США начнут односторонний выход. После 2 февраля по-прежнему будет возможность сохранить договор, потому что США 2 февраля только начнут процесс выхода из него, но он будет завершен примерно через 6 месяцев, Сказал Генсек Альянсе. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД, был заключен СССР и США в 1987 году. Страны договорились полностью уничтожить ракеты дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи км и пусковые установки. К 1991 году Советский Союз утилизировал комплексы Пионер, ТМПС, АК, ракеты Р-12 и Р-14. Пентагон избавился от систем першинк и наземных версий крылатой ракеты «Тамагавк». США утверждают, что дальность полета российской крылатой ракеты 9М729 в нарушении условий договора превышает 500 километров, а баллистический РС-26 «Авангард» не достигает 5,5 тысячи км. За несколько дней до заседания Совета России, НАТО, Минобороны и РФ провело брифинг для иностранных военных «Атташи», продемонстрировав на нем ракету 9М729. Представители ведомства отметили, что максимальная дальность полета этой ракеты составляет 480 километров, в полном соответствии с условиями ДРСМД. При этом военные «Атташи» США, Великобритании, Франции и Германии, а также представителей С и миссии НАТО проигнорировали брифинг российского оборонного ведомства. В Кремле такую позицию охарактеризовали как показательную. Безусловно, это более чем показательно, потому что это как раз говорит о том, что по-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики ДРСМД, так прокомментировал Димаш военных «Атташи» НАТО пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также по теме «Слушать в Вашингтоне не хотят и не собираются», почему США проигнорировали российский брифинг о ракете 9М729 США и ряд стран НАТО проигнорировали информационный брифинг Минобороны о ракете 9М729, назвав его видимостью транспарентности. Он добавил, что Москву не устраивает обмен ультиматумами и голословными обвинениями. Ситуация с брифингом демонстрирует несамостоятельность европейских членов Альянса, как было и в случае с работой ОСХ по расследованию химических атак в Сирии, пояснил в разговоре С.А.Т. член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Тогда были продемонстрированы доказательства фальсификации химической атаки, но Белый дом указал европейским государствам попросту проигнорировать российскую позицию. Они считают, что если они закрыли глаза и ничего не видят, значит этого нет на самом деле. Такое же поведение наблюдается в системе международных отношений, и из-за этого она переживает чудовищный кризис. США делают все, чтобы уничтожить международное право и устоявшуюся систему отношений между странами. Это приводит к тому, что государства теряют свой суверенитет и идентичность. Если страны ИЭС захотят его себе вернуть, им нужно приезжать на подобные демонстрации, а не делать вид, что ничего не происходит, отметил эксперт. Мнимые и настоящие угрозы НАТО и США в вопросе о расторжении ДРСМД разыгрывают роли плохого и хорошего полицейского, считает Судаков. Сталтенберг неоднократно говорил о партнерских отношениях и о том, что не видит в России угрозу. Тогда стоит спросить, каковы цели блока НАТО. Варшавского блока больше нет. По террористам, например, не наносят удары ракетами средней и меньшей дальности. Получается, что США удачно использовали момент и создали из России образ врага, чтобы заставить Европу вкладывать больше денег в НАТО, считает эксперт. Однако сейчас сложилась ситуация, когда США постоянно заявляют о российской угрозе, а она так и не материализуется для европейских союзников, отмечает Судаков. Поэтому в Европе назревает вопрос, если россияне является агрессивной страной, какие угрозы тогда стоит считать настоящими? Ради чего состоять в одном блоке НАТО вместе с США? Сталтенберг понимает, что попал не в очень хорошую ситуацию. Он понимает, что выход США из ДРСМД приведет к тому, что многие страны Европы откажутся от размещения новых американских военных баз с ракетными комплексами, направленными на Россию, пояснил Судаков. По словам эксперта, вместо того, чтобы выработать и высказать собственную позицию по ДРСМД, европейские страны, члены НАТО просто приняли сторону США. Обтекаемые заявления Сталтенберга обусловлены тем, что ему тяжело признаться в том, что Европа полностью лишилась своего суверенитета и самостоятельности. Мы видим, что саммит России, НАТО был неэффективным, потому что у Европы не было самостоятельной повестки. Если они будут зачитывать то, что им пишут в Белом доме, это приведет к тому, что за мнимыми угрозами они проглядят настоящее, отметил Судаков. Маневры администрации Трампа США намерены покинуть ДРСМД, потому что договор перестал их устраивать, поскольку создает препятствия для размещения новых американских вооружений в Европе, считает главный научный сотрудник Института США и Канадыран доктор экономических наук Владимир Васильев. Также по теме, заработать на союзниках, как США пытаются добиться увеличения военных расходов в странах НАТО. Политика президента США Дональда Трампа привела к увеличению военных бюджетов стран, членов НАТО. Об этом заявил госсекретарь. Для них выход из договора – это дипломатическая процедура, необходимая для укрепления влияния в Европе. Чтобы развернуть в Европе новые ракеты средней дальности, по аналогии с комплексом «Першинг», американцам придется убедить в необходимости такого шага европейских союзников, отметил Васильев. По мнению эксперта, Россия может эффективно противостоять этим планам США, предложив Европе более конструктивную позицию. Напомним, как отмечал президент РФ Владимир Путин, США так и не предоставили веских доказательств того, что российская сторона нарушала договор. Москва неоднократно выступала против разрушения ДРСМД, отмечая, что демонтаж договора нанесет серьезный удар по системе международной безопасности. «Вашингтону нечем ответить на возражения России, потому что именно США являются инициаторами одностороннего и безосновательного выхода из ДРСМД», подчеркнул эксперт в разговоре с «Ати». Подобное нарушение договоренностей – это стиль администрации Трампа. Его советник по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США выйдут из всех договоров и соглашений в время онхолодной войны. Поэтому вероятно, что вслед за ДРСМД Вашингтон также выйдет из СНВ. «Три!» «Ведь эти договоры являются взаимодополняющими», заключил Владимир Васильев.